Посмотрим прямую культуру. Например, размером 4 на 4. Разрешено написать на любую клетку цифру 1. Разрешено написать следующее равное число на клетку, у которой нечетное число отрезочков общей границы с уже помеченными клетками. То есть я сейчас могу написать двойку на любую из этих клеток. Ну, например, сюда. После этого 3 можно написать на эту, 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 эту или эту клетку. Ну, например, сюда. Теперь 4 нельзя писать сюда, но можно писать, например, сюда или сюда. Ну, давайте напишем и 4. 5, 6, 7, 8, ну, например, 9, 10. Смотрите, сюда можно, потому что здесь 3. Неваживающие клетки. 11. Сюда тоже можно. 12. 13. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Вот вам картинка, где не удалось заполнить 3 клетки. Видите? Отлично. Теперь берем таблицу 5 на 6 и начинаем ее заполнять. Ну, тоже сколько это происходит. После того, как я так написал, уже очевидно, что эту клетку я никогда не заполню. Потому что у нее 4 соседей. Понятно, да? Ну, вопрос. На самом деле можно заполнить? Каким-то другим способом. И, даже точнее, какого размера таблицы заполнить можно, а какого размера нельзя. Рисуйте сами. Я вам показал два неудачных примера. Не обязательно брать большую таблицу. Возьмите, как бы не очень большой. Да, пожалуйста. Можно заполнить, что 2 на 3. Я вам должен нарисовать таблицу 2 на 3. И вы ее сумеете заполнить. Отлично. Ну, также можно продолжать делать вверх, вверх. Так что, если это и будет 3, и дальше будет. Поняли, что если одна из сторон 3, то все получается, да? Давайте я это все объясню. Проходим 1, 2, 3. После этого проходим по вертикали. Потом по другому краю по вертикали. И потом заполняем. Для любого нечетного числа так можно сделать. Давайте вы сейчас покажете. Итак, сначала проходим 1, 2, 3, 4. Кстати, не обязательно было это делать внизу. На самом деле, можно было начать с любой клетки и просто по горизонтали сделать 7. После этого, да? Пожалуйста, отойдите от этой степени, чтобы все увидели. Увидели, да? Через одну клеточку так сделаем. А дальше заполняем. Отлично. Ну и давайте дальше. Таким стим. Если у нашего прямоугольника есть нечетная сторона, то мы умеем заполнять. Теперь вопрос. А если обе стороны четные? Ну, например, 4 на 4. Или, не знаю, 8 на 10. Что-нибудь такое, да? Обе стороны четные. Тогда этот способ не сработает. Знаешь, очень важный вопрос. Он не сработает почему? Мы придумали хороший способ. Или потому, что никто не сможет. Ну, давайте посмотрим. 2 на 2. Можно или нет? Нельзя. Нельзя. Почему нельзя? Потому что, если все запросы, то остается одна клетка в универе. Да. И у 2, у 4, у 4 и у 4. Потому что будет остаться одна угловая клетка, которая будет запрещена. Не обязательно угловая. Совсем не обязательно угловая. Как раз любую клетку мы так пройти можем. Но какая-то клетка обязательно останется. Почему? Итак, возникает у нас депресса. Если обе стороны прямоугольника четные, то нельзя. Так? Господа, когда вы что-то пытаетесь доказать, что нельзя, то есть доказать невозможность чего-то, то один из стандартных способов, это посчитать какую-то величину. Какой-то показатель картинки, какую-то величину. Желательно посчитать и, что-то здесь, понять, что так и бывает. Посмотрим на пример. Скажем, если у нас таблица размером 4 на 6. Я сейчас убираю нижний ряд. Естественно, убираю все эти числа. Хотелось бы понять, почему вот эту таблицу невозможно таким вот образом всю пронумеровать. Подсказка. Давайте посмотрим, сколько, в принципе, здесь клеточек. 24. Теперь, внимание, сколько будет ходов после того, как первую клеточку поставили? 23. 23. 23. Теперь давайте, а если здесь будет не 4 и 6, а какие-то числа 2N и 2N? Ну, какие-то произвольные числа. Скажите, пожалуйста, что тогда будет вместо 23? Надо взять общее количество клеток, то есть 2N умножить на 2N. И, внимание, вычесть единицу. Понятно, почему вычесть единицу? Да. Потому что первую клеточку мы, когда ставим, это никакой нечетности там нет. Будет сделано ходов, когда будут возникать эти самые нечетные числа. Так, а что такое вот эти нечетные? Смотрите, мы куда-нибудь ставим число 1. Теперь, и куда-нибудь ставим число 2. Вы понимаете, что вот количество таких стенок нечетное, так? Да. Потом, ну, например, куда-нибудь ставим 3, куда-нибудь ставим 4, куда-нибудь ставим 5, куда-нибудь ставим 6. Посмотрите, мы при этом можем считать вот эти стеночки, так? Если бы удалось всю таблицу занумеровать числами от 1 до 24, сколько было бы таких стеночек? И что это будет за стеночек? Вот давайте посмотрим. Здесь удалось занумеровать. Вы видите, что все вот эти вот линии возникли во время. Понимаете? Причем возникли по одному разу. Вопрос, а сколько таких линии? Вот для этих таблиц. Смотрите, здесь их 1, 2, 3, 4. А сколько таких рядов? 4. Нет, посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5. 5 вертикальных рядов в каждом 4 стенки. Значит, надо 4 стенки умножить на 5. Итак, теперь считаем горизонтально. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А сколько таких рядов? 5. То есть посчитать внимательно. 3. Значит, надо 6 умножить на 3. Ну, в принципе, можно посчитать опять с 8. Но меня это не интересует конкретное количество. Мне важно, что оно черное. Давайте теперь напишем аналогичную формулу. Вот если у нас высота 2n, а ширина 2n. Горизонтальные отрезочки, как их считать? Во-первых, их в одной гринаде 2n штук. А таких полосок, конечно, 2n минус 1. А теперь вертикаль. Вертикаль длины 2n. А таких вертикалей, конечно, 2n минус 1. На самом деле, даже не важно, сколько их. Важно, что здесь мы видим двойку. И здесь тоже. Это число черное. Это сумма двух черных чисел. А это число наоборот, что? Нечетное. Каждым ходом. Каждому нет вот такого количества ходов. Вы рисуете нечетное количество таких отрезочков. Потому что по условию задачи добавлять клетку можно, когда она соседствует с нечетным числом. Так? Значит, вы сделаете каждый раз нечетное количество стенок и нечетное количество раз. Сумма нечетного числа, нечетных слагаемых, что? Сумма нечетного числа, вот такого числа, нечетных слагаемых. Какая? Нечетная. Нечетная, да? Сумма нечетного числа, нечетных слагаемых. Нечетная. А здесь число должно было включиться. Четное. Ну, нечетное число не равно четному. Значит, если оба размера таблицы у нас чутные, то ничего не получается.